Когда мы говорим про новые мишени для таргетной терапии, тут надо понимать, что здесь есть какие-то перспективные разработки и здесь нет четкой границы, когда ранние или даже регистрационные фазы проходят новые лекарственные препараты. Я сознательно поставил сообщение таким образом, чтобы сконцентрировать внимание на том, о чем фирмы не расскажут, это в основном разработки, которые формируют принципиальные направления, а не сами препараты как таковые. Ну в частности, на самом-то деле, согласитесь, CRISPR-Cas редактирование многие, наверное, видели и слышали боковым зрением, но достаточно сложно понимать, что это такое. Вот у нас есть геном, там у человека 22 тысячи генов. Так или иначе, CRISPR-Cas система – это комбинация биологических инструментов, это ферменты, это нуклеотидные последовательности, искусственно созданные, это все не проблема, которые позволяют изменить генетический код направленным образом. Вот у вас геном человека, вы вырезали ту последовательность, которая вам не нужна, она, допустим, поврежденная, и вставили правильную последовательность. Это называется редактирование генома. Это довольно активно сейчас используется в сельском хозяйстве для выведения новых растений. Ну и в перспективе, в общем-то, речь идет о том, что подобные методы могут использоваться, например, для лечения наследственных заболеваний, когда еще одна клетка. Но это все в перспективе, а для специалистов это дает абсолютно принципиальные новые возможности, ну, в частности, для поиска новых методов лечения рака. Идея такая, посмотрите, что ухитряются делать ученые. У человека в клетке 22 тысячи генов, включая опухолевые. Можно создать библиотеку, можно создать коллекцию клеток, библиотеку, их будет те же 22 тысячи, в каждой из которых инактивировано один ген. Это важно, потому что в опухолях инактивированы многие гены. И дальше вы берете вот эти 22 тысячи клеточных культур, где инактивирован по одному гену, и берете такую же библиотеку химических соединений, тоже это бесконечный набор соединений. И делаете тестирование, это все эксперименты, которые по своим масштабам абсолютно не укладываются в обывательское сознание, потому что речь идет о миллионах различных индивидуальных экспериментов. Но так или иначе, что ухитряются найти ученые, обнаружат новые мишени. Ну, в частности, микросателлитная нестабильность. Редкая разновидность рака толстой кишки, полтора процента всего. Там эффективна иммунотерапия, но почему-то эффект вот этот ограничен во времени. Что ухитряются делать ученые? Берут клетки с микросателлитной нестабильностью, выключают по одному гену, и оказывается вот этот ген, неважно какое название, это другой ген репарация ДНК. Он, оказывается, если его инактивировать, это несовместимо с жизнеспособностью клеток с микросателлитной нестабильностью. Для подобных, для каждого из белка можно создать ингибиторы. Это еще не лекарство, но это принципиально новое направление исследований, которое, может быть, и реализуется на протяжении нескольких лет. Следующий момент. Все-таки самое главное событие в онкологии – это появление иммунотерапии, но не секрет, что иммунотерапия эффективна только для отдельных разновидностей рака и тоже не для всех опухолей. Соответственно, обывательское сознание работает, как сделать опухоль более антигенной. И в этом плане на уровне студентов-биологов говорят, а давайте попробуем опухоль облучить, клетки будут распадаться, они будут презентовать свои антигены. Или давайте обработаем клетку химиотерапии, опять же, будет распад опухолевых клеток и будет экспозиция опухолевых антигенов к иммунной системе. Что делают ученые? Посмотрите, это интересная на самом-то деле работа. Это неодевантная, это попытка лечения рака молочной железы. Сначала на всего несколько недель даются либо разные химиопрепараты, либо облучение опухолевого очага. И потом эти пациенты получают антипедиадинтерапию. Ну, этих несколько препаратов используются с похожим механизмом действия. Но посмотрите, здесь данные есть. Оказывается, именно предобработка опухоли, первичная, короткая, несколько недель лечения доксорубицином дает наилучшие результаты. Если после этого назначается иммунотерапия, сама по себе иммунотерапия низкоэффективна при раке молочной железы, даже при раке молочной железы. А вот подобный подход, когда есть определенная предобработка химиотерапии, а потом иммунопрепараты, она дает клинические результаты. Ну, в общем-то, абсолютно вполне жизнеспособная стратегия. Если подтвердится, то, конечно, она представляет интерес. Редкий случай, когда сложнейшую проблему лечения рака можно попытаться лечить, ну, назовем это нетрадиционной медициной. Значит, что известно? Когда вы воздействуете на раковую клетку препаратами, то один из способов избежать действия этих препаратов, это когда клетка начинает, есть такой процесс, который называется аутофагия. По каким-то причинам, когда клетка начинает сама активно уничтожать часть своих органелл, она становится резистентной к воздействию противоопухолевой терапии. Что существенно? Это абсолютно дискретный механизм. У него есть молекулы, которые оперируют этим процессом. И оказывается, хорошо известный противомалярийный препарат, плаквинил, он является ингибитором аутофагии. Что показывают экспериментаторы? Самая сложная для лечения часть опухолей, это там, где активированы гены КРАС, или вообще семейство РАС, КРАС-НРАС. Там практически нет ингибиторов, за одним исключением. Ну или те опухоли, где активирован ген БИРАВ, там один и тот же каскад. Вот он здесь изображен, посмотрите. Оказывается, если назначать ингибитор МЕК и при этом предотвращать процесс аутофагии, предотвращать процесс, когда клетка приспосабливается к неблагоприятному воздействию, то комбинация МЕК-ингибитора и противомалярийного препарата плаквинила в данном случае привела к регрессу опухолеподжелудочной железы у пациента с мутацией КРАС в опухолевой ткани. Ну, почему я говорю народные средства? Потому что, в общем-то, это на самом-то деле, когда мы говорим о новых показаниях для совершенно традиционных препаратов, то в какой-то степени, согласитесь, это вполне граничит с нетрадиционной медициной. Еще одна интересная работа. На самом-то деле, вот ППСА3 ген, многие знают, онкологи, студенты, что делает ген ППСА3? Он предотвращает действие лекарственных препаратов, потому что в норме под воздействием лекарственных препаратов клетка самоуничтожается, этот процесс называется процессом апоптоза. Если мутирован ген ППСА3, клетка резистентна к этому воздействию. Это что хорошо известно. А это новая функция гена ППСА3, которую тоже, вообще-то, можно попытаться модифицировать лекарственными образами. Оказывается, ППСА3 вступает в взаимодействие с соседними клетками, в частности с макрофагами. Это не только опухолевый супрессор, это еще дирижер, который может влиять на другие клетки. В результате макрофаги увеличивают секрецию одного из факторов, интерферон B. В свою очередь, интерферон B увеличивает количество нейтрофилов, и за счет этого активируется процесс метастазирования. Но тоже почему я об этом говорю? Потому что, в общем-то, это управляемые процессы, ингибиторы интерлейкина B, они могут существовать. И поэтому это может оказаться такой индивидуализированный подход к предотвращению метастазирования для опухолей с мутациями в гене ППСА3. Очень популярное направление медицины. Надо понимать, что вот тесты, про которые я буду говорить, они в США для некоторых показаний уже зарегистрированы. Идея такая. Сегодня есть новая принципиальная технология секренирования нового поколения. Вы можете взять опухоль и за несколько дней проанализировать все гены, для которых есть какие-то мишени. Их примерно там больше 300. Как работают подобные тесты в обычной ситуации? Вы берете все опухоли подряд, и вы берете все значимые гены подряд. И есть вероятность, что в каких-то нетипичных опухолях вы обнаружите нетипичные мишени. Ну, например, ИГФР-мутация для рака легкого, там вероятность 20%, там тесты есть. При раке молочной железы бессмысленно делать этот тест, потому что вероятность обнаружения мутации 1 на 10 тысяч. Но если вы берете все опухоли, если вы берете 300 генов, то вероятность обнаружения мишени у вас уже не 1 на 10 тысяч, а 2%. Это на самом по себе неплохо, но этого мало. Что пытаются сделать исследователи клинические? Ну, расширить показания для назначения такой, опять же скажем, терапии не по показаниям. Ну, в частности, что здесь делают специалисты? Они фактически занимаются расширенным толкованием всех мутаций, которые нашли. Ну, например, для меня очень спорной, кажется, идеей применять ингибиторы ангиогенеза для опухоли с мутацией P53. Вы в любой ситуации, когда примените ингибиторы ангиогенеза в комбинации с терапией или без, какой-то процент ответа всегда будет. Это характерно для многих препаратов, в том числе для иммуномодуляторов. Неважно, анализируете ли вы экспрессию ПДЛ или не анализируете. То есть, если вы назначаете иммунотерапию, какие-то проценты ответов будут всегда. Но так или иначе, это популярные направления исследований. И да, здесь это делают специалисты, здесь отмечаются эффекты. И здесь есть несколько сервисов в мире, которые осуществляют подобное профилирование опухолей, мультигенное секвенирование. И, в общем-то, они существуют и они интегрированы в современную медицину, так или иначе. Еще один интересный момент. Это не совсем новые мишени терапии, но я одно время очень увлекался проблемой диагностики опухолей с невыявленным первичным очагом. И сама идея позиционируется, что вот если вы выявили, откуда опухоль, смогли сделать дифференциальную диагностику между раком молочной железы и аденокарциномой легкого, и то, и другое аденокарциномы, то вы добились лучше результатов. Увы, клинические реалии говорят об обратном. Посмотрите, это рандомизированные исследования. В одном случае пациенты просто получают токсаны и карбоплатин, а в других случаях они получают органоспецифическое лечение. Столько усилий затрачено на то, чтобы установить органную принадлежность опухоли, а на исход лечения это никак не влияет. К этому врачи не всегда готовы. Они очень много принимают усилий, веря, что это лучшее. А если брать сухие факты, то далеко не всегда клинический опыт это подтверждает. Частный пример, но он социально очень важный. 70% пациенток с раком молочной железы так или иначе получают эндокринную терапию. И, к сожалению, у всех практически пациенток эта терапия имеет свой предел, возникает резистентность. Поиск новых механизмов резистентности, в общем-то, нужная задача. И здесь новый механизм резистентности – это мутация в гене ХЕР-2, известная мишень для терапии. Почему я об этом говорю? Потому что, в общем-то, здесь, конечно, есть перспектива для лечения какой-то части пациентов. Здесь техническая проблема. На самом-то деле, если мы говорим о детекции мутации, то у пациенток с истинным эндокрин, чувствительным раком в прошлом и с резистентностью, не всегда можно взять метастазы. Это костные метастазы. Они плохо годятся для анализа. А вот если мы говорим про жидкостную биоптию, попытки найти остатки ДНК, опять же, раки молочной железы мало распадаются. И фактически эта жидкостная биоптия оказывается эффективной, когда очень большая масса опухолей. Поэтому здесь идея есть, а вот как их реализовывать, ну, не всегда это является очевидным. Ну и, наконец, заключительный слайд. Я обещал, что сегодня про препараты, которые разрабатываются фирмами, ничего не будет. Ты почти прав. На самом деле, все-таки самое главное событие года – это клинические испытания ингибитора к одной из мутаций в гене КРАС. Надо понимать, что гены КРАС и НРАС – это два гена, которые часто мутируются. И там примерно 30 разновидностей мутаций. Очень сложно создать ингибиторы белков раз, потому что почему-то химики не могут к мутированным препаратам подобрать специфические инактиваторы. И вот самая частая мутация при раке легкого – это мутация характерна для курильщиков. Она встречается примерно в 15% рака легкого курильщика. В ней наконец-то подобрали ингибитор, и в данном случае испытания первой фазы, 4 пациента, у двух из них наблюдается ответ. Если дальше регистрация этого препарата и испытания будут успешны, то информация о нем нам еще успеет надоесть. Спасибо за внимание. Продолжение следует...